Сроки завершения ремонта в нескольких чебоксарских дворах пришлось отодвинуть на конец сентября. К первому числу в городе успели благоустроить только половину из запланированных 110 дворовых территорий. Об этом говорили на совещании в администрации столицы. Самые серьезные проблемы в Калининском районе от сроков продолжает отставать компания ТУЗ. В Московском районе с объемом работ не справился субподрядчик. Общество с ограниченной ответственностью строит тех. Сейчас его объекты завершает Доракс. В Ленинском районе настроены оптимистичнее. Там благоустройство во дворах хотят завершить до 15 сентября. Причины отставания везде разные от позднего определения субподрядчиков до проблем с проектно-сметной документацией и переносом инженерных сетей. По словам Алексея Ладыкова, объем работ на этих объектах настолько большой и сложный, что найти подрядчиков было весьма непросто. Хорошо, что мы еще свою компанию, компанию муниципальную Доракс смогли организовать и выстроить таким образом, чтобы работа была организована. Вот я здесь прошу все-таки саму организацию работ вести на нужном уровне. Бывает так, что подрядчик приходит, или Доракс, или тот же ТУС, или субподрядная организация, раскопает бордюры, нароет там земли и уходит на две недели, на три недели, на месяц. Но уж если вы пришли, то работу нужно организовывать так, чтобы люди могли пройти нормально во дворы, мимо дворов, в подъезды зайти. Вода стоит, грязь разносится. Понятно здесь и жалобы, и критика со стороны домовладельцев и собственников квартир. Как отметил заместитель главы администрации Чебоксар Владимир Филиппов, по объективной оценке завершить все работы будет, возможно, лишь на несколько недель позже, к 30 сентября. Однако Алексей Ладыков призвал подрядчиков все-таки поднажать в ближайшие две недели, пока погода благоволит и завершить основной объем работ. Кроме того, глава администрации Чебоксар отметил, что по срокам можно сбои пережить. Самое главное – качество. Напомню, по решению временно исполняющей обязанности главы Чеваши Олега Николаева Чебоксаром в этом году на благоустройство дворов выделено более 350 миллионов рублей. Это почти в 15 раз больше, чем в прошлом. Также решением кабинета министров Чеваши городу направили 80 миллионов рублей на благоустройство еще 119 территорий.